Продолжение следует... С стадионом, то есть мы не просто бежим по дорожке и все время у нас что-то меняется, новые и новые команды, а тут вот мы раз и побежали по кругу, пробежали один круг, переключились на следующий, раз и еще. Однократное выполнение команд, которые зациклены, называется итерация, а сама последовательность команд, здесь она взята в фигурные скобки, называется тело цикла. Ну, раз уж возникло тело цикла, у нас есть и заголовок цикла, вот он. На самом деле, именно заголовок цикла является определяющим, определяющим что? Фактическое количество итераций. В данном случае это цикл пока, while. Пока это условие является истинным, мы будем входить и входить на очередную итерацию. Количество итераций в цикле while заранее неизвестно. Соответственно, может возникнуть такая ситуация, когда у нас это условие соблюдено всегда. Ну, как 2 плюс 2 равно 4. А что, если у нас переменная i не меняется? Например, мы забудем увеличивать переменную i в процессе выполнения итерации. Да, все, мы зацикливаемся и получаем бесконечно работающую программу. В данном случае вы видите, что у меня будут перебраны и распечатаны все числа от 0 до 10 не включительно. То есть, 0, 1, 2 и так далее. Почему не включительно? Потому что у меня это условие сформулировано строго и меньше 10. Однако, если я распечатаю значение переменной i по выходе из цикла while, то окажется, что на излете последней, десятой итерации, когда i равнялся 0, это был первый проход вот этого круга, первый проход вот этих двух команд. То есть, i равнялся 0, первый проход, и равнялся 2, прошу прощения, и равнялся 1, второй проход, 2, третий проход. Когда i равнялся 9, мы еще вошли на 10-ю итерацию, мы распечатали 9 и увеличили i на 1. То есть, он становится равным 10. Понятно? То есть, выполнив вот это вот 10 раз, я получаю числа от 0 до 9 на экране включительно, а i равняется 10. Очень интересно то, что в языке c цикл for – это так называемый синтаксический сахар. Цикл for классический. Не нужен язык у си для своей полноты, но он, тем не менее, красив и понятен. Он выглядит похоже на то, как его пишут в том же Паскале, например, или в каких-то других языках. Что мы видим? Вот i равняется 0, i меньше 10, плюс плюс i. Но, обратите внимание, вот между этими точками с запятыми, кстати, это несколько странно, точки с запятых находятся внутри круглых скобок заголовка цикл for. Это синтаксически обязательные точки с запятыми, их в цикле for не быть не может. А вот этих частей может и не быть на самом деле. Самый простой цикл for, он не содержит ничего ни тут, ни тут и ни тут. Как называются вот эти вот части? Вот эта часть, заголовка цикла for, называется инициализация. Она фактически, вот эта вот часть, соответствует ровно тому, что пишется в цикле while вот в этом самом месте. Понятно? Раз. Вот это, это условие вхождения на каждую очередную итерацию. То есть, ровно то, что пишется в цикле while вот тут. И инкрементация, то есть способ перехода с одной итерации на другую. Что нам нужно сделать после того, как будет выполнено тело цикла. То есть, фактически, вот это действие присоединяется к каждой итерации и обязательно выполняется. Понятна логика, да? То есть, цикл for является полным аналогом цикла while, но немножко более сокращенная форма. Сокращенная в чем? Меньшее количество строк, более компактно по вертикали и привычно. Обратите внимание, цикл for в языке c, так же, как и цикл while, может бесконечно зациклиться. Я приведу один конкретный пример, когда это может произойти. Посмотрите, я положу в и десятку. Я напишу здесь и больше либо равно нуля. А здесь напишу минус минус и. Что у меня получается? У меня получается, что и пробегает значение от 10 до нуля включительно. Правильно? Все прекрасно. И по итогам этого цикла это условие должно оказаться нарушенным. То есть, я должен достигнуть отрицательного значения. Однако, представим себе, что у меня и является беззнаковой переменной. Что в этом случае происходит? Ну, это условие у меня будет истинным просто всегда. Понимаете? Ну что же, на этом все. Переходите к следующему видео. Будем использовать цикл для генерации прогрессии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова